Детский досуговый центр «Симберцит» на улице Крустальной открылся после ремонта. Обновленный клуб по интересам посетили его воспитанники, преподаватели и руководители Ульяновских школ. Центр состоит из 27 кружков. Со спортивными и музыкальными соседствуют рукодельные, художественные и актерские. В них занимаются ребята от 5 до 18 лет. С возрастом дети не теряют интерес к творчеству и спорту. Старшеклассники посещают центр с большим удовольствием. Я здесь начинал с самого маленького возраста, с первого класса. Педагоги, с которыми я здесь занимаюсь, дали мне путевку в жизнь, реализовать себя, показать себя. Участвовал во многих конкурсах городских, областных, районных, где занимал первые, вторые, третьи места. На церемонию открытия обновленного центра приехал Сергей Морозов. Губернатор осмотрел аудиторию и опробовал новый спортивный инвентарь. Затем главу региона ждал приятный сюрприз. Юную рукодельницу презентовали ему герб Российской Федерации, искусно вышитый бисером. Мы делали его своими руками, специально для вас. Спасибо. Можно тогда, уж я заодно. У нас сертификат признательности есть. Сами бисером вышивали. После встречи с творческой молодежью губернатор обсудил с коллегами из Минобра развитие сферы дополнительного образования. Например, в задачи федерального проекта «Успех каждого ребенка» входит строительство новых школ искусств и развивающих центров, а также переоборудование уже имеющихся заведений. Разработали с вами стратегию развития дополнительного образования до 2023 года включительно. Мы с вами создали крупный региональный центр дополнительного образования. В общем-то, реализуем интересный проект «Успех каждого ребенка» и многое-многое другое. Программа на ближайшие три года составлена насыщенная. Планируется, что в парках и дворах будут воплощаться такие проекты, как дворовой спорт, уроки под открытым небом, наука на траве, народный хор и уличные танцы. 92 миллиона рублей будет вложено в развитие учреждений дополнительного образования. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ.